Мы проводим профилактическое мероприятие, связанное с тем, что завтра будет проходить Республиканский Единый День Безопасности под названием или под девизом «Пристегнись к безопасности». Вы пристегнуты оба, да, спереди. И я смотрю, у вас еще детское кресло, значит, ребеночка перевозите, да? Но так как есть кресло, значит, перевозите его в соответствии с правилами дорожного движения. Проверить, пристегнут ли водители и остальные пассажиры транспортного средства ремнем безопасности, стало задачей номер один. Сотрудники госавтоинспекции проводили профилактические беседы с брестскими водителями, чтобы еще раз напомнить о том, как важно заботиться о себе и своих близких, выполняя одно простое действие – пристегиваясь. На территории Республики Беларусь проходит Единый День Безопасности Дорожного Движения под девизом «Пристегнись к безопасности». Согласно пункту 9.5 правил дорожного движения в салоне транспортного средства должен быть пристегнут водитель и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. Это говорит о том, что в салоне автомобиля должны быть пристегнуты все, независимо от того, перевозятся пассажиры на переднем пассажирском сидении, либо на заднем пассажирском сидении. Основной акцент сотрудники госавтоинспекции делали на перевозку детей-пассажиров. Одна из машин, которую проверяли, была полна детей, и каждый из них был пристегнут по всем правилам. Водитель аргументировал этот факт просто. За них ответственно. Я и к маме. У постарше бустер, а маленьким, там до лет 5, обязательно кресло такое, чтобы там все было пристегнуто, застегнуто. Согласно пункту 178 правил дорожного движения в салоне автомобиля, ребенок в возрасте до 5 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве автокресля. В возрасте с 5 до 12 лет в детском удерживающем устройстве, которое позволяет безопасно пристегнуть ребенка ремнем безопасности. При этом, если рост ребенка выше 150 сантиметра, либо в автомобиле такси, допускается перевозка несовершеннолетних пассажиров только с пристегнутым ремнем безопасности. Под пристальным контролем оказались не только автолюбители. Другие участники дорожного движения, а именно пешеходы, тоже были в центре внимания инспекторов. Близи аварийно-опасных пешеходных переходов сотрудники ГАИ в часы пикового движения контролируют ситуацию, помогая людям беспрепятственно пройти проезжую часть. Такие меры смогут дисциплинировать водители, ведь совсем скоро на улицах города детей будет в разы больше. Впереди школьные весенние каникулы, и большое количество детей появится около проезжей части во дворовых территориях. Хотелось бы призвать всех наших уважаемых водителей к осторожному и внимательному участию в дорожном движении. Особую внимательность необходимо проявлять при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также во дворовых территориях, где появится большое количество детей. Каждый родитель – пример для своего ребенка, и на взрослом лежит ответственность научить детей правильно вести себя на дороге. Ведь от этих знаний зависит ваше спокойствие и его безопасность. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.